Верховный суд Республики А тем временем политические партии и их кандидаты, зарегистрированные по одномандатному избирательному округу, плавно вошли в агитационный период предвыборной кампании. 23 августа в ЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, представил данные опроса о том, интересны ли россиянам теледебаты. 42% респондентов говорят, что теледебаты помогают более детально узнать программу кандидата, определиться с тем, за кого голосовать. Каждый пятый предполагает, что данные трансляции смотрят с целью держать руку на политическом пульсе 21%, или же просто как интересную передачу 18%. Теледебаты, по мнению большинства россиян, помогают избирателям ближе узнать кандидатов 72% и лучше понять их программы 62%. Конец цитаты. Эксперт сегодняшнего выпуска «Арены событий», специальный корреспондент крупнейшего сетевого издания России «Лента.ру» Юрий Васильев, с которым я связался по скайпу, так рассуждает об особенностях фокусировки внимания избирателей на примере кандидатов-одномандатников. Мне кажется, что сейчас, и особенно когда речь идет об одномандатниках, речь идет не столько о борьбе партий, не столько о борьбе партийных списков, сколько о борьбе, собственно говоря, индивидуальностей, о борьбе тех, кто выдвигается. И речь идет о том, насколько люди, насколько жители территорий, которым этот человек хочет себе предложить в качестве одномандатного кандидата, насколько они прежде всего его знают, с какой стороны они его знают, собственно говоря, чего они могут и вправе ожидать от него, насколько он для них темная либо светлая лошадка. Но что хочется подчеркнуть, все-таки избиратель вырос. Избиратель вырос, избирателю дали новую возможность, он понимает сейчас, насколько я понимаю, да, поездив последний, избиратель понимает, что одномандатный депутат это не столько партия, столько сам человек. Узнать, что перед нами за человек, помогают и публикации в республиканских газетах, которые предоставляют бесплатные площади по результатам жеребьевки. Ну а дальше каждый кандидат агитирует так, как ему ближе и привычнее. Вот в сегодняшнем номере газеты «Якутия» мы знакомимся с Айталом Ефремовым, кандидатом-одномандатником в Госдуму от экологической партии «Зеленые». Его биографией и взглядами. Цитата. «К сожалению, проблема экологии в Якутии не получает должного внимания. Такое отношение нужно менять коренным образом, ведь здоровье жителей республики и будущее наших детей напрямую зависит от экологии». Конец цитаты. В этом же номере газеты бесплатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Госдумы от партии «Роста» Айсену Тихонову, который использует возможность публикации, чтобы познакомить избирателей с программой партии. Цитата. «Наша сила в том, что мы намерены освободить от оков естественную потребность человека развиваться, улучшать условия жизни, оттачивать ум, накапливать знания, свободно реализовывать свои лучшие качества. Мы хотим, чтобы вся Россия перестала обреченность чего-то ждать и начала себя обустраивать». Конец цитаты. Небольшой комментарий от Юрия Васильева. «Партия «Роста», которая позиционировала себя как партия помощи, прежде всего, бизнесу, помощи экономическому развитию России. Это, опять-таки, не могло не появиться после кризиса последних двух лет. Такая повестка не могла быть не отражена. И то, что возглавляет ее бизнес-обмудсмен Борис Титов, это только подтверждает. Опять-таки, посмотрим, с чем они идут». С чем идет в Государственную Думу Андрей Заякин, кандидат к депутату от партии «Яблоко», более или менее понятно из заголовка в газете «Якутия» от вторника. Заголовок такой. «Хочу, чтобы у нас в Якутии было, как в Европе». Ниже цитата. «Нужен парламентский контроль за чиновниками. Только независимый депутат сможет остановить чиновника-жулика и вора-олигарха, которые нас обкрадывают». Конец цитаты. Кандидат в депутаты Федот Тумусов распорядился своей возможностью использовать бесплатную площадь во вторничном выпуске «Якутии», чтобы убедить избирателей в частности в том, что баллотируется он, в том числе от Общероссийского народного фронта. Автор статьи не указан, но он пишет, цитата. «Территория Якутии – это одномандатный избирательный округ номер 24. Федот Тумусов выдвинут по округу номер 24 от «Справедливой России» и Общероссийского народного фронта, став таким образом единственным кандидатом в «Якутии» от ОНФ». Конец цитаты. «Вот это для меня особенно странно. Потому что, смотрите, условно говоря, я в партии белых, а вы в партии желтых. И вдруг партия желтых начинает развиваться, прорываться. А кандидат в партии белых, ну, в общем-очень хочется, ну, тоже как-то приблизиться, да, что называется, к этой мощи. И начинает всякими ходами, всякими способами. Что получилось? Значит, я не помню месяц, октябрь, ноябрь, декабрь, когда у нас была конференция. Я как раз был тот человек, который очень активно и яро ратовал за то, чтобы Тумусов присоединился к фронту. Почему я так делал? Во-первых, пришел сигнал с Москвы, с полкома, с федерального, что нужно поддержать. Но поддержать почему? Потому что «Справедливая Россия» заключила соглашение с общероссийским народным фронтом. То есть разговор о выборах не шел. Хотя сразу в аудитории был шум, говорили там буквально с перевесом в один-два голоса. Практически чисто случайно Тумусов попал, присоединился к фронту. То есть он стал членом отделения. Это первое. Второе. Разговор о том, что все-таки на выбор он пойдет, не было. Проголосовали. Я сказал один момент. Если все-таки Тумусов будет баллотироваться, то я первый скажу, что я против. Потому что получается, что тогда нас просто обманули. Я поинтересовался у члена штаба Якутского регионального отделения общероссийского народного фронта Микаэла Заболотного. Давало ли республиканское отделение ОНФ полномочия на выдвижение Федоту Семеновичу? Региональное отделение, в котором он находится, конечно, нет. То есть, возможно, он через другие структуры зашел, ну, как говорится, на федеральные. Все-таки он депутат Госдумы. Просто когда говорит, что Тумусов справедливо рос, что Путин его делегирует, ну, это просто звучит смешно, согласитесь. Потому что он же у нас, мы должны были как-то все-таки совместно. Когда ему надо было, он каждые две недели прилетал, встречался, предлагал, присылал там свои выступления с Госдумы. Если бы Алена Атласова смогла собрать необходимое количество подписей в свою поддержку, то она была бы кандидатом к представителям ОНФ. Да, конечно. Во-первых, она сопредседатель. То есть, собственно, как минимум один из сопредседателей и должен был идти. То есть она и пошла, только единственное, что по одномандатному. Ну, я, конечно, за то, чтобы она шла как раз от ОНФ, от Якутского отделения. Но вот вы видите, какие происходят инсинуации очень странные. Сейчас нет квоты в рамках «Единой России» для парламентариев, представляющих какие-то направления деятельности ОНФ. И это кардинальное изменение, не менее важное, чем появление одномандатных округов по сравнению с прошлой кампанией. Вернемся к интервью с Юрием Васильевым. Насколько я понимаю, когда любой кандидат ставит к себе птицу ОНФ без согласования с фронтом, там это встречают достаточно, мягко говоря, удивленно. Так что я не могу говорить о том, что ОНФ идет на сближение со «Справедливой Россией». Это скорее «Справедливая Россия» и ее идут на сближение с ОНФ. Потому что эти небесные тела, мы даже не говорим о размерах, мы говорим о том, что это совершенно разное. Напомню, что ОНФ это ни в коем случае не партия, а общественное движение. И если есть, да, и есть даже формулировка, которая всегда была, «Депутаты Госдумы – активисты ОНФ». Мне никогда не говорилось «депутат ОНФ». Нет, такой формулировки не было. Была избрана всегда эта. А вообще, насколько жесткая ожидается борьба между кандидатами? Увидим ли мы запрещенные приемы? Все ли воспринимают призыв президента России к открытой полемике и конкурентной борьбе? Как мне кажется, разумеется, все то, о чем вы говорили, будет, и да, моя любимая песня группы «Шкловские 90-е не вернутся никогда», она несколько в данном случае преувеличена, да. Разумеется, как мы помним, да, одномандатные округа, борьба по одномандатным округам и основной, скажем так, модусть борьбы по одномандатным округам, это все-таки началось в новой России, причем самое ее начало. Поэтому ожидать честной борьбы где-то можно, где-то нет, но, разумеется, какие-то реминесценции на очень нам какие-то знакомые технологии, на очень нам какие-то знакомые техники, в том числе серые и, возможно, черные, где-то, я думаю, мы это увидим. Если в каком-то округе сойдутся два известных территории, два либо три, либо больше, известных территории человека, если в каком-то округе сойдутся действительно какие-то сильные амбиции, сильные, ну не будем говорить программы, сейчас, как мне кажется, роль программы-то достаточно формальная, какие-то сильные, скажем так, группы влияния, которые стоят за ними, какие-то достаточно сильные интересы, то да, безусловно, возможно, все. Допустим, по той же Якутии, насколько я понимаю, в одномандатном округе нет кандидата Единой России. Хорошо ли это, плохо ли это, это можно уже понять в режиме, скажем так, всей страны, но реальность такова, какова она есть, да? Кандидата поддержанного Единой Россией в вашем одномандатном округе нет. И, соответственно, компания будет вестись совершенно по-другому, чем она могла бы происходить. Уже сейчас повестки сразу нескольких партий пересекаются, соприкасаются с повесткой справедливой России, парламентской партией. Ну, безусловно, они толкаются локтями, вот, и мы не можем, да, вот, опять-таки, пока не закончена кампания, мы не можем говорить, кто честно толкается локтями, а кто спойлерит, вот. Может быть, для кого-то и справедливая Россия является не то, что спойлерами, но каким-то, да, вот, институтом, который толкается локтями, там, где можно было бы, не то, что этого избежать, но там, где этого бы не хотелось, допустим, кому-то из соперников. Это вполне нормальный процесс, это вполне, скажем так, нормальная ситуация на данном участке забега. Еще недавно многие политологи прогнозировали обновление Государственной Думы на 70% в результате предстоящих выборов. Меняются ли прогнозы сейчас? Да, безусловно, какие-то фракционные, фракция Единая Россия, если судить по итогам праймерис, да, она в значительной мере обновляется, в значительной мере обновляется, мы увидим там новые лица, вот, и ваш покорный слуга сейчас имеет честь знакомить читателей Ленты.ру с некоторыми из них, это и Единая Россия, это и Справедливая Россия, это и коммунисты, то есть спрос на новые лица, на новых кандидатов, вопрос, как, собственно говоря, на них отреагируют избиратели, это тоже большой вопрос, да, вот, опять-таки, дождемся, да, но спрос на новые лица, на новых кандидатов, на новые подходы, безусловно, существует. Это касается прежде всего, и это касается прежде всего парламентских партий. Безусловно, Единая Россия очень неплохо обновилась КПРФ, вот. На этом сегодняшний выпуск арены событий завершен. Всего вам доброго, до свидания.